Итак, а почему бы нам не поговорить про альтернативную энергетику? И с кем? С ребятами! У нас сегодня ребята, юное поколение Екатерина Пашкова и Лев Курдняков, ученики детского технопарка Кванториум. Здравствуйте, ребята! Доброе утро! Ну что же, мы знаем, у нас тут написано, что вы стали финалистами международного конкурса детских инженерных команд Кванториада. С чем вы там, значит, по себя представили и что нужно было защитить? Ну, собственно, по большей части вот с этой вот установкой. Большей частью в этой установке провода. Наша установка представляет собой устройство, которое может с помощью ультрафиолетового света дезинфицировать салон автомобиля или любое другое помещение. То есть мобильный, да, такой мобильный дезинфектор? Да. Хорошо, а от чего питается этот мобильный дезинфектор? Видим, что вот в этом боксе работает вентилятор, ну и... А, вон, надо с того, надо с того крайне начать, да? Что это значит вон? Давайте все-таки поговорим об этом, что это такое? Собственно, это литий-полимерный аккумулятор на сколько там миллиампер часов. Вообще в машине он должен подключаться в систему автомобиля и заряжаться, собственно, от генератора, который крутится от мотора. Но поскольку сейчас у нас автомобиля тут не наблюдается, у нас работает все чисто от эмулятора. А, то есть в автомобиле все это можно в так называемый прикуриватель, да, вставлять? Правильно? И будет... Ну, по сути, это так и работает, только вставлено не в прикуриватель, а под обшивкой там заведено. Хорошо. И вы сегодня показываете нам, что могут быть вот такие небольшие секции, да, ультрафиолета и вот такие вот боксы, которые можно будет устанавливать в каких-то помещениях, да, уже для того, чтобы этот воздух чистился. Да, также у нас есть большая ультрафиолетовая лампа, которую мы сюда не принесли, к сожалению. Она... Она должна крепиться к потолку машины и, ну, если это достаточно большая машина, спускаться до самого низа и постепенно подниматься, освещая вообще все пространство вокруг себя. Угу. Хорошо. А что это за светодиоды и как они называются? Это светодиоды, которые светят на окружающее пространство коротковолновым ультрафиолетовым светом, которые являются, как мы заметили, лучшим способом дезинфекции. А во время того, как будет работать ваше устройство в автомобиле, может там находиться водитель, пассажир или нужно... Ну, тут обратная зависимость. Оно не будет работать, если там кто-то находится. Ой, у вас даже это учтено? Конечно. Да, у нас есть разные датчики на нашем устройстве, на большой лампе. Датчик движения, который засекает, кто есть в автомобиле, а кого нет. Плюс к тому, наша установка интегрируется в компьютер машины и получает также данные от сервиса, собственно, каршеринга. Находится ли кто-то в машине, находится ли она сейчас в работе или она просто стоит на парковке. В общем, это такая дезинфекция после того, как этим автомобилем кто-то попользовался. Будь то личный автомобиль или, например, взятый в прокат. Скажите, а чем отличается, если вы знаете, ультрафиолет от кварца? Часто бывает в больницах, поликлиниках, знаете, не входить в кварц. То есть это другое какое-то излучение, другая технология? Кварцевые лампы тоже излучают ультрафиолет, только, насколько я помню, он в длинноволновом спектре. Он более опасен для человека, он вызывает рак кожи, поэтому, собственно, не входить. Да, нельзя заходить. И зачастую установки, которые ставятся в больницах или в офисах, они протягивают через себя воздух и его облучают. А ваш дать что делает? А наша облучает и поверхности, и вон, собственно, воздух. И поверхности еще. Сколько вам лет? Мне 13. Мне 16. Вообще очень умная. Все впереди. Кстати, вот на этом международном конкурсе какие еще были интересные проекты, по вашему мнению, которые достойны, в принципе, внимания и дальнейшей реализации? У нашего конкурса было 7 разных направлений. Мы выбрали безопасное передвижение. Из нашего трека мы видели 10 работ, включая нашу. Нам понравились многие работы. А они про что? А не про что? Тоже как-то... Задача стояла та же самая. А как-то безопасно, быстро дезинфицировать автомобиль каршеринга. Особенно был интересен проект команды Phoenix 34, если я правильно помню название, который представлял собой такую черную треугольную коробку, которая испускала, получается, жидкость дезинфицирующую в виде пара. А, вот так. То есть у вас в виде света, а там в виде пара, да, например? Ну, как мы, наверное, понимаем, и вам все тоже не случайно принимали участие в этом конкурсе, все связано с последними событиями, да? То есть все, что связано с дезинфекцией помещений, с обезвреживанием, конечно, имеет место. Ребят, а это ноу-хау, так сказать, вот ваше изобретение? Или что-то подобное? Какие-то аналоги есть уже в мире? Ну, конкретно использование ультрафиолета, это уже давно распространенная технология. Еще там чуть ли не с 19 века его используют вот эти вот черные лампы и все прочее. Рециркуляторы тоже используют, особенно в последнее время. Их можно облиять почти в любом помещении, в транспорте и так далее. Это да. Но мы это объединили. Да, мы скомбинировали две технологии и собрали вот рабочий прототип. Да, и у вас поработают, допустим, от 12 воль, да, а все вот эти, которые стоят в помещениях, они все-таки требуют питания в 220, такие стандартные, да? Мы вам говорим большое спасибо и желаем, как в принципе и всегда, не останавливаться на достигнутом. Это очень интересно, и мы видим, что вы заражены этим делом в хорошем смысле слова. Поэтому успехов вам и побед! Спасибо огромное, Екатерина Пашкова и Лев Курдняков, ученики детского технопарка «Кванториум». Сегодня поговорили на актуальную, важную тему. И, конечно, мы гордимся тем, что в таком юном возрасте ребята уже могут подобное изобретать и нам демонстрировать.